Представители знака Зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте! Второй расклад август 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. Давайте забежим немножко вперед, посмотрим, что у нас там будет на август. По крайней мере, с чего этот месяц начнется планетарно. Обещается он более лояльный, более спокойный. Но все же невозможно все просчитать, и мы все разные. И поэтому какие-то неожиданности могут быть у каждого из нас. Но давайте не будем предвосхищать события. Лучше посмотрим на карты. И у нас карты Таро Ангелов, поддержки, патронажа Ангелов. Поэтому будем добры к самим себе, к собственной душе, милосердни. Успеть отдохнуть нужно за это лето, восстановить силы. И правда, это будет важно для всех нас. И будем с вами рассматривать с позиции позитивной психологии карты выпавшие. И первая карта. Что придет? Что уйдет? Может быть, не конкретно что-то уйдет, а как, предположим, ваше дело, которое вы успеете начать и завершить. Или какой-то тоже вопрос, тема близко к завершению. Вот что вы сумеете так вот в чем точку поставить. А что будет продолжаться, чем не соблазняться? Я решила немножко изменить наш традиционный расклад. На что соглашаться и чего опасаться? И также на колоде 78 дверей, это метафорические карты, мы достанем три карты, три главных события. Вокруг чего будут развиваться эти самые события? Ну, или, может быть, какие сферы жизни подскажут? Пусть нам карты. Первое. Второе событие. И третье событие. Давайте будем смотреть, что же придет. Ух ты! Уверенность. Королева Земли или Королева Пентаклей. Это, может быть, или могут быть вопросы, связанные с вяшими близкими. По этой карте мы удачно решаем вопросы, касаемые материального обеспечения или финансов. Для кого-то из вас сам по себе человек, который рожден под знаком зодиака, стихии, земли, телец, дева, козерог или, может быть, там имеет асцендент. Ваши энергии что придет? Это больше уверенности по этой карте, больше каких-то позитивных моментов, когда вы сами себе можете отстроить благополучие, как само по себе благополучие, так и благополучно завершить какие-то вопросы. Вообще, в принципе, энергетика месяца по этой карте, когда у нас все получается. И будь то это вопросы личной жизни, будь то это вопросы, связанные у кого-то, может быть, и с кредитами, то есть разные абсолютно направления, если мы рассматриваем финансы. И одновременно новые планы по Королеве. В Пентакле всегда у нас идут те задуманные проекты, которые мы можем осуществить на практике. В принципе, очень прогнозируемый какой-то период и от ваших приложенных усилий, от которых, кстати, вы увидите результат, потому что Королева Пентакли или Королева Земли, она очень большая реалистка. Она не собирается себе чем-то вредить. Она правильно оценивает обстановку. Вот и вы будете где-то в этих энергиях увеличивать собственное благосостояние, благополучие. Что же уйдет? Может быть, будет какая-то новость, которая сама по себе для вас будет осуществить какое-то дело. Знаменовано. По Пажу Земли есть еще такой момент, когда мы могли учиться или по части определиться, где, куда поступаю. Может быть, кто меня сейчас смотрит, больше рассматривает как раз не столько работу, сколько обучение. Но даже и для людей рабочих может быть такое, что я решил поменять сферу деятельности. Или по этой карте вы можете получить какое-то важное предложение. Если вы ищете работу, мои дорогие, вы можете найти как раз работу. Если вы отправляли какие-то резюме, проходили собеседование, к вам может вернуться вот ваша та активность, или, может быть, это будет где-то в течение августа месяца, и какой-то вопрос действительно у вас будет решен. Либо где я теперь буду работать, или откуда ко мне приходят деньги, или каким образом я буду зарабатывать, или какая-то как удачное стечение обстоятельств, когда вы сможете оформить важный документ. В этой колоде карт конкретно мы как и готовы обучаться чему-то, так и можем получить как раз новость известия, которая нас порадует. И, может быть, завершение каких-то длительных дел тем, с которыми вы вынуждены были взаимодействовать, и все никак вот этот финал какой-то не был вам виден. Вот здесь что-то завершится, и все-таки у нас по Шпентакле или Земле открываются новые перспективы. Хорошо, а что же будет продолжаться? Тут действительно что-то будет продолжаться. Во-первых, посмотрите, и не случайно, наверное, Королева Земли. По этой карте шестерка воздуха. И в этой колоде нам говорят, вот ваше внутреннее состояние как будто нам легче. Вот свое родное облегчение душевное, радость. И карта нам говорит, переверни страницу собственной жизни. Напиши уже новую главу. Прошлое, оно не имеет для тебя большого значения. Тебе нужно идти вперед. Это карта надежды и новых каких-то решений. И если мы говорим, что будет продолжаться в каком-то видоизмененном варианте, к примеру, может продолжаться ваша работа. Значит, будут перемены у кого-то, смена руководства, у кого-то смена графика. У вас какие-то тоже, может быть, в личной жизни перемены происходят, и вы вынуждены корректировать и рабочий свой процесс. Для кого-то из вас это будет переезд или отправка куда-то далеко, или вы будете пропланировать. Все же мы спросили, что будет продолжаться. Значит, какой-то период времени нам придется продолжать то, чем мы начинаем как будто заниматься. Или если мы говорим про работу, и шестерка мечей как раз чаще о нашей либо сфере деятельности, либо о наших амбициозных планах. И поэтому, когда у вас этот план созрел, нам карта говорит, тебе придется прилагать усилия, но это карта еще заслуженного успеха. Поэтому успех уже как будто вам карты обещают, но понятно, что тут нужна будет и настойчивость, и одновременно, мои дорогие овные, держать все же руку на пульсе. Когда выпадает шестерка мечей или шестерка воздуха, мы должны быть реалистами. Вот это обязательное условие. Чем не соблазняться, давайте узнаем. Вот интересно, вообще пара у нас выпадает, королева земли и король земли по этой карте, это тот, который уверенный, надежный, это тот, который состоятельный и щедрый одновременно. Это тот человек, который сумел как-то реализоваться в этой жизни. Но нам говорят, не обольщаясь, может быть, на какие-то обещания. Ну, кто знает, даже бывают в нашей жизни такие метаморфозы, когда, да, есть у нас с надежными партнерами сотрудничества, и вдруг что-то меняется у партнера, или меняется в его личной жизни, или меняется в обстановке вокруг. Вот здесь придется держать руку на пульсе, и где-то шестерка, ведь нам воздуха и говорит, будь готов к неожиданностям. Все вы не просчитаете, понимаете. Если мы говорим, щедрость идет по этой карте, чем не соблазняйся. Какой-то щедростью может быть вам карта, ну, так вот в целом энергетически говорит, что, ну, где-то и бесплатный сыр в мышеловке, или у кого-то что-то не получится, может, из тех, с кем вы взаимодействуете. Планы поменялись, обстоятельства уже, повторяюсь, поменялись, поэтому рассчитывайте сами на себя. На что же вам нужно соглашаться? Это может быть, как ваша собственная интуиция работает и подсказывает вам правильный путь из какой-то путанной ситуации. Двойка воздуха нам всегда говорит о выборе или развилке судьбы. Потому что вот мы шли, как будто, обратите внимание, очень четко прорисовано на карте. И нам теперь с этой точки либо направо, либо налево. Мы не можем пойти в двух направлениях. И прямо вот так же мы тоже продолжить не можем. Поэтому сам по себе выбор это будет. Будет какая-то путаница. Но карта о чем говорит? Пока ты не разберешься, не определишься в каком-то вопросе, ты от этой путаницы не избавишься. Поэтому вам придется делать какой-то выбор. Причем не такой, когда мы можем где-то один вариант сохранить, чтобы потом вернуться, и что-то второе попробовать. А вам, возможно, мои дорогие овны, придется вот окончательно в чем-то ставить точку, если мы говорим, на что соглашаться. Может быть, быть реалистом. Все-таки двойка мечей всегда говорит о том, что мы что-то видим беспристрастно, без эмоций. Ни эмоции с плюсом, ни эмоции с минусом. Вот есть какая-то реальность. И отталкиваемся мы от реальности для того, чтобы правильно на что-то согласиться. Чего опасаться? А вот какой-то двойственности, кстати, и опасаться. Ведь это старший аркан умеренности у нас так выглядит в этой колоде. Это карта баланса. Может быть, опасаться нам конкретно тут прописано. Каких-то компромиссов. Может быть, есть часть компромиссов, которая вам не нужна. И если у нас рядом мы только что с вами достали карту, на что соглашаться. Вот какой-то однозначный выбор вам придется делать. Не может быть и вашим, и нашим. Не получится где-то пытаться усидеть, ну, по крайней мере, в каком-то вопросе на двух стульях. У кого-то это может быть через отношения. Может быть, есть один партнер, но есть еще и другой человек. Может быть, любовь идет под разными флагами, и вы случайно познакомились, когда ваша, вроде как, личная история была уже определена. И, тем не менее, придется как от чего-то отказаться. Два пути, а пойти можем только по одному. Но, тем не менее, карта говорит, ты не затягивай какое-то, как, знаете, продолжение вот этого выбора. Или не думай, что эта ситуация за тебя как-то правильно решит, или к какому-то итогу тебя подведет. Чего опасаться, когда у вас что-то ускользает от вашего внимания. Ведь по этой карте самоконтроль еще идет. Поэтому, когда у вас отсутствует, ну, буквально пристальная какая-то концентрация внимания на каждом вопросе, вы можете попросту чего-то не заметить. С одной стороны, выпадает карта первая, что придет. Уверенность, благополучие. Но есть какие-то моменты, вот именно моменты. Ведь не такие крупные карты вот здесь вам выпали, если мы говорим про двойку воздуха. И вроде бы выбор, да. И может быть для кого-то из вас этот выбор, который вы не можете сделать, и эта ситуация тянется уже энное количество времени. И, казалось бы, можно и дальше это продолжать. Ничто не жмет. А карта там говорит, вот этому не время. Или чего опасаться. Ты затянешь какую-то историю, и, может быть, она перестанет быть управляемой. Или потом ты что-то не сможешь как-то переложить себе на пользу. Подумайте об этом. Мы смотрим. Три главных события. Это вы можете за кем-то наблюдать. Могут и за вами, мои дорогие, наблюдать. Вы, папажу мечей, захотите правду. Есть какая-то ситуация, которая, правда, двойственная. И вам нужно, с одной стороны, разобраться, может быть, по части конкретного человека, который вам что-то обещал. Могу ли я ему доверять? Или у кого-то по личной жизни, значит, тоже с кем я определиться? С другой стороны, вот эта наблюдательность вам буквально помогает, потому что вам придется какую-то путаницу из своей жизни устранять. Но есть еще и тот момент, когда вы какое-то время на что-то не решались. А здесь действительно вас может судьба, оставить перед каким-то фактом. Может быть, это для кого-то из вас, кстати, может быть, как прозрение. Вы случайно узнаете какую-то новость, и у вас все расставляется по местам. И нет уже, может быть, если... Или вот каких-то таких моментов, маневров, которые нам отчасти добавляют путаницу, или отчасти затягивают какую-то ситуацию, и еще дальше. Вот, правда, с чем-то придется определиться. Сколько не наблюдай, сколько не думай. А нужно оттолкнуться от того, чего вы хотите. Чем дело кончится? У кого-то просто могли быть попытки, вы могли сталкиваться как и в личной жизни, так и у кого-то по работе, когда вами пытались манипулировать. И, кстати, в этой колоде карт, чем дело кончится, вы пройдете мимо. Ну, иносказательно у нас показан, как бы слепой, но на самом деле, если мы присмотримся и уберем вот эту трость, то просто человек в темных очках проходит мимо двери. Но он изображает, что он не видит. Он не видит двери, он не видит ничего, никого. С одной стороны, число 4. Есть какая-то уверенность. Если мы посмотрим на человека, который достаточно хорошо сложен, и тем не менее он демонстрирует, что слепой, возможно, вам придется своеобразную маску одевать и выходить как-то красиво, элегантно из какого-то вопроса. Именно потому, что вы не хотите обострять какой-то конфликт и какую-то историю продолжать не хотите. Но вы пока не знаете, как отреагирует, может быть, какой-то конкретный человек. Может быть, это в виде работы, организации. С одной стороны, вы хотите составить для себя ситуацию такую или обстановку, если в случае чего я могу сказать, да, я мимо проходил, или да, я так слышал немного об этой теме, смотря, чего будет касаться вопрос. Но в то же время мы хотим уйти от какого-то, какой-то задачи или какую-то тему, в которой мы не уверены. И правда, вы какую-то путаницу, конфуз будете решать, причем теми методами, когда вы можете искать дополнительную информацию самыми разными путями. И потом, скорее всего, чем дело кончится, вы придете к выводу, что вам нужно как-то красиво ретироваться, вам нужно буквально себя защитить. И поэтому вы будете выходить из того, что для вас опасно, из того, что не может быть продолжено, из той ситуации, где с вами неоткровенны, где с вами хитрят. Чем сердце успокоится? Давайте мы спросим по этой ситуации. Десятка жезлов. А вам просто что-то надоест. И вот когда вы откроете буквально эту дверь, десятка жезлов в этой колоде карт, посмотрите, нам человек изображен, который бьется буквально в стеклянную дверь. Маленькая девочка наблюдает за ним. Обратите, все проходят мимо, никто не реагирует на человеке шутовской костюм. На девочке тоже. Но девочка, она ребенок, и это понятно. Обратите внимание, руки у нее за спиной. Она не собирается помогать человеку. Для нее достаточно странно. Почему? Человек вместо того, чтобы потянуть дверь на себя и выйти, он стоит и барабанит в это стекло. А человек думает, что дверь открывается наружу, а за эту дверь нужно только лишь потянуть. Да, выход в этой стороне, но действия должны быть какие-то другие. Вот действительно вы с чем-то можете так определяться. Но ведь это десятка, и это карта усталости. Уставшие люди делают ошибки, поэтому есть какой-то вопрос, который вам нужно абсолютно хладнокровно решать, мои дорогие овны. И может быть, совсем не тем путем и способом, как вы бы это сделали прежде. Есть еще и помимо всего того, что вам может быть действительно нужно найти информацию, так вам еще и нужно пронаблюдать и поступить именно альтернативно, не так, как вы бы поступили прежде. Вот есть какой-то момент. Второе главное событие. По семерке мечей иногда эту карту называют карта вора, но в этой колоде вовсе нет. Ведь это колода 78 дверей, и тут самое главное открыто дверь или закрыто. И как мы ее можем открыть, что является ключом? Так вот эту ситуацию вы разрешите по первому варианту сами, потому что вы просто что-то сделаете, как от вас не ожидают. Или когда вы просто остынете к какому-то делу, человеку. Или когда что-то для вас потеряет смысл. Вы и завершите, и пройдете мимо. И вы знаете, вы об этом не пожалеете. Но есть еще и второй момент. Мы снова видим дверь, закрытая дверь. Девушка рисует дверь открытую в надежде, что она закончит свой рисунок. И дверь настоящая откроется сама по себе. И мы знаем, что этого не произойдет. Поэтому не стройте иллюзий. Будьте к чему-то внимательны. Я сказала, карту вора называется. И называют семерку мечей. И это карта манипуляции. Это карта иногда нечестных людей. Или каких-то обстоятельств, которые для нас вот с первой минуты не ясны. И тоже придется разобраться. А вообще бы я сказала себя беречь. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. По вот такой семерке мечей. Снова у нас королевы Пентаклей. Вы будете сохранять, сохранять свой приоритет, сохранять свое положение в обществе, сохранять свое доброе имя, собой не рисковать, не рисковать своими деньгами. У вас все должно быть под контролем. Снова нам говорят, что у вас сильная позиция, которую просто-напросто нужно сохранить. И чем сердце успокоится? Давайте узнаем. Есть какой-то период ожидания. Или когда вы можете ждать известия, и вы его получаете. Где-то нам об этом сказали. Видимо, это может быть как и документ. Или для кого-то из вас у нас... Ведь две как бы карты, которые связаны с известием. Девушка выпускает буквально голубя, почтового. И паш земли у нас выпадает в позиции, что уйдет. Значит, есть какой-то как конверт, бумага, документ, который вы получаете. И один вопрос вы точно решите, наверняка. Но есть еще и то, что может быть все-таки продолжено. Сердце не успокаивается. Здесь какая-то переписка идет. Или продолжение, может быть, какого-то контакта. И карта нам говорит, а ты не торопись. Значит, что-то завершите. Но есть еще и те дела, которые будут продолжаться. И это пентакли для кого-то из вас. Это вопросы будут работы, бизнеса, или как увеличить свой доход. Вторичный какой-то доход. И у вас получится, мои дорогие овны. Но о чем говорит карта? Ты не торопись. Вот здесь спешка не нужна. Здесь нужна какая-то реальность. Ее нужно оценить без эмоций. Может быть, поэтому вам выпадают сначала мечи. Да и здесь-то ведь тоже нам говорят. Будь реалистом. Понимаете? Вот такие энергии. Третье событие. Главное. По шестерке кубков могут быть. Это карта. Иногда называют карты прошлого, как люди из прошлого. Но это не обязательно, что какой-то человек, которого вы не видели долгое время, тот о себе напомнит. Хотя у кого-то, может быть, и так. Старый друг вдруг объявится. И, может быть, у вас будут какие-то общие с ним неинтересы. Или по работе. Или какая-то личная история может воскреснуть заново. Вполне вероятно. Но в этой колоде карт – это еще и карта обучения. Недаром у нас изображена женщина, которая как будто книгу читает детям, внукам. Обучает их, как правильно нужно сделать. Или как правильно нужно поступить. Именно через чтение или через какую-то ситуацию иносказательную. Вот вы можете чему-то обучаться тоже, мои дорогие. Может быть, это для кого-то из вас вопрос, который связан с личной жизнью. Или попросту. Это могут быть ваши близкие люди или родственники. Чем дело кончится? Вообще, шестерка – это всегда победа. Это приятные эмоции. И это очень добрая карта, когда нам кто-то может прийти на помощь. Именно вот в этой колоде. Давайте мы узнаем, чем же дело кончится. Взаимопонимание. Двойка кубков – это карта любви. Двое обмениваются подарками. Это карта искренности. Это когда, вот если мы спрашиваем врата, в шестерке кубков вообще нет дверей. То есть, как бы пространство открытое. Вам ничто не мешает. Есть какая-то радость именно через приятные эмоции. И в двойка кубков личная жизнь продолжает, опять же, карта. И врата открыты. Посмотрите, для двоих есть возможность выйти как к новым каким-то реалиям. Или установить новые отношения. У кого-то так, может быть, по части именно вашего личного союза. Или с кем-то договориться, помириться. Все же дуальности карта, когда нам помогает как и дипломатия, так и эмпатия помогает. Чем дело кончится? Какими-то приятностями, приятными эмоциями. У кого-то любовью, у кого-то просто взаимодействием. У кого-то партнерскими отношениями. Хотя, вторая кубковая карта. Я так думаю, личная ваша история какая-то вас будет радовать. Чем сердце успокоится? Может быть, есть, вам придется принимать решение. И причем такое нестандартное. Но я бы сказала, это где-то в ваших, мои дорогие, овных энергиях. Нам показана пятерка кубков. Опять же, кубки. Так, в целом, пятерка кубков всегда есть какой-то недостаток эмоциональным. В данном случае нам девушка выглядывает из окна. Показана вокруг сумерки, смеркается. И вот она зовет на помощь. Карта нам четко дает понять, на помощь никто не придет. Мы должны надеяться сами на себя. И если я вот здесь уже говорила, как-то выход вы находите совершенно так, как раньше не поступали. И здесь нам карта говорит, девушка должна прыгнуть. Пламя уже подбирается ко второму этажу. Через дверь она не может выйти. И она собой рискует. Поэтому на что-то решиться вам придется. Но, а поскольку у нас кубковые карты, я могу предположить, у кого-то это может быть связано с переездом, может быть, внезапным. Потому что конкретно небезопасно. Я не могу больше ждать. А у кого-то это может быть переезд вашего любимого человека и какой-то ваш тандем, когда вы вместе будете продумывать, как мы вместе что-то сделаем как-то вот по-другому, как прежде не планировали у кого-то и так. Или какие-то еще ваши важные решения, когда вы, мои дорогие умные, скорее всего, будете надеяться на себя. И это может быть сопряжено либо с вопросами по личной жизни, либо переезд. Или как-то это все совмещено еще и с вопросами работы. Но сердце успокоится, когда вы будете конкретно в безопасности. Интересный расклад. И здесь ведь нам тоже шестерка воздуха нам сказала, что вы можете куда-то перемещаться. Или, может быть, нам человек показан, он не оглядывается назад, он уже какой-то итог подвел. И вполне вероятно. И в этой карте нам где-то тоже говорят, что тут только промедление может быть. Тебе совсем не полезно, дорогой Овен. И поэтому так хладнокровно, несмотря на то, что огонь нам показан, для вас какое-то смелое решение, в корне меняет ваше направление в жизни, может быть, и так, мои дорогие. Поэтому, правда, есть конфуз. Может быть, вот мы спросили, на что, чем не соблазняться. Может быть, и будет какое-то одно предложение, но оно не сработает. Или у человека что-то не получится. И у кого-то вот этот последний ряд карт будет означать, что это вы, мои дорогие Овны, придете кому-то на помощь. Вот я такого могу, не могу исключать. Может быть, у кого-то из вас это будет связано даже с людьми, которых вы хорошо знаете, или с вашими родственниками, к примеру. Есть то, что будет и радовать, но есть и те задачи, которые нужно решить очень рационально. Перекладывайте на себя, мои дорогие Овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.